Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по книге Пророка Божия из Икииля. И сегодня мы будем читать и делать обзор третьей главы этой книги. В третьей главе содержится 27 стихов. В данной главе мы узнаем о дальнейшей подготовке Пророка к делу, которому призвал его Бог. Иезекииль съедает свиток, о котором говорится в конце предшествующей главы. Пророка, здесь это стих с первого по третий, он получает дальнейшее наставление и ободрение с той же целью, что и в предыдущей главе. Об этом здесь с четвертого по одиннадцатый стих. Он пребывает под воздействием мощного импульса, отправившего его к людям, которым предстояло стать его слушателями. Об этом двенадцатый по пятнадцатый стих. Ему приводится дальнейшее объяснение его служения и обязанностей в качестве Пророка путем сравнения со стражем. Об этом шестнадцатого по двадцать первый стих. И последний раздел с двадцать второго по двадцать седьмой стих. Свобода слова Пророка, она все-таки ограничивается и восстанавливается по Божьему усмотрению. То есть человек не является собственником этого слова. Скорее всего, он является передатчиком его. Итак, первый раздел с первого по третий стих. Иезекииль съедает свиток, о котором говорится в конце предшествующей главы, что его надо съесть. И мы читаем третью главу с первого по третий стих. «И сказал мне, сын человеческий, съешь, что пред тобою, съешь этот свиток, и иди, говори дому Израилу. Далее, второй и третий стих. Тогда я открыл уста мои, и он дал мне съесть этот свиток. И сказал мне, сын человеческий, напитай чрево твое, и наполни внутренность твою этим свитком, который я отдаю тебе. И я съел, и было в устах моих сладко, как мед». По поводу вот этих слов «И было в устах моих сладко, как мед», преподобный Ефрем Сирин пишет. «Свиток в устах пророка саделался сладким, как мед, и исполнилось на языке Иле написанное. Сладко горта не моему, словеса твоя, паче меда устом». Это отсылка к 118-му псалму, 103-й стих. Далее, с 4 по 11 стих идет раздел. И Закель получает дальнейшее наставление и ободрение с той же целью, что и в предыдущей главе. И мы читаем сначала 4 стих, и он сказал мне, «Сын человеческий, встань и иди к дому Израилеву, и говори им моими словами». И вот этот призыв «Встань и иди к дому Израилеву» – он очень динамичный призыв. Нельзя в каком-то расслабленном, полуспящем состоянии совершать свой апостолат. И блаженный ироним Стридонский пишет, когда говорится «Ступай и иди к дому Израилеву», то этим дается понять, что он, во-первых, не был вместе с народом грешным. Хотя он, по-видимому, жил в тех же пределах, при реке Хавари, ибо написано «Я был среди переселенных при реке Хавари». Но пророк не имел общения с ними и испытывал огорчение при виде беззаконных. То же делал и Моисей. Когда мы смотрим книгу «Исход» 33 главу, и ироним на это обращает внимание, «Поставив с кинью Моисей вдали от стана народа, в которую, когда он входил, то спускался столб облачный и становился перед ходом в скиню». То есть он жил немножко в стороне от стана, чтобы не смешиваться с грехами толпы. Поэтому монашеское уединение — это некая даже и необходимость, даже и не для монахов, на какое-то время находиться в таком уединении, чтобы соблюдать дистанцию между собой и этим миром. «И здесь Бог говорит Эзекиилю, говори им Моими словами». Что значит «говори им Моими словами»? То есть не добавляй своих слов. И смотрите, что написано в первом послании Петра, 4 глава, 11 стих. «Говорит ли кто? Говори, как слова Божие». То есть мы не должны проповедовать свою премудрость, свои философские какие-то измы, рассуждения, мнения. Нет. Мы должны проповедовать Христа и притом распитого, то есть Евангелие проповедовать. И это должно быть на первом месте. Далее 5-6 стих. «Ибо ни к народу с речью невнятною и с непонятным языком ты посылаешься, но к дому Израилеву». То есть Бог здесь говорит, я тебя посылаю не к людям, языка которых ты не знаешь, а к твоим же людям. Ты знаешь их язык, ты знаешь их культуру, ты знаешь их сильные и слабые места. 6 стих. «Ни к народу многим с невнятной речью и с непонятным языком, которых слов ты не разумел бы, да если бы я послал тебя и к ним, то они послушались бы тебя». И вот эти слова «Ни к народу с речью невнятной и с непонятным языком» ты посылаешься. Это перекликается с призывом Христа, наставления апостолов, Евангелие от Матфея, 10 глава, 5-6 стих, где говорится «Сих 12 послал Иисус и заповедал им, говоря, на путь к язычникам не ходите и в город Самарянский не входите, а идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева». То есть, если ты говоришь на украинском языке, этот язык – твой родной язык, то пользуйся этой возможностью и благовествуй на этом красивом языке. Если ты говоришь на русском языке или на чеченском языке, или на английском языке, пользуйся этой возможностью и говори на тех языках, на которых ты можешь говорить внятно и понятно, чтобы доносить правду Божию до людей. И спасение мира начинается, например, до русского человека, не с китайцев, не с японцев и даже не с украинцев и белорусов. В первом послании к Тимофею, 5 глава, 8 стих сказано «Если же кто о своих и особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного». Дело исправления мира надо начинать с себя самого, со своих домашних, со своего собственного народа. Народ в понимании славянском – это язык, а язык – это народ. И если мы имеем этот язык, мы должны использовать его для наших сродников по плоти. И это очень важно. Далее, 7-8 стих. «А дом Израилев не захочет слушать тебя, ибо они не хотят слушать меня, потому что весь дом Израилев с крепким лбом и жестоким сердцем». Если бы вот эти тексты пророка Иеремии, Исаии, Даниила, Иезекииля о еврейском народе, они были бы расположены не в Библии, а где-то еще, то, конечно, еврейский народ имел бы основание обвинить эти тексты в антисемитизме, в самой грубой форме. И действительно, почему? Со своих избранников Бог всегда спрашивает значительно строже, чем с обычных людей. Теперь Новый Израиль – это мы, христиане. И Бог также строго будет спрашивать с нас, как некогда строго, он спрашивал с представителей еврейского народа. «Ибо они не хотят слушать меня, потому что весь дом Израилев с крепким лбом и жестоким сердцем. Вот я сделаю и твое лицо крепким против лиц их, и твое чело крепким против их лба, как алмаз, который крепче камня, сделаю я чело твое. Не бойся их и не страшись пред лицем их, ибо они мятежный дом». То есть Бог способен на силу человеческого упрямства ответить силой благоествования правды Божьей. «Сделал и твое лицо крепким против лиц их», преподобный Ефрем Сирин поясняет, «как адамант, который крепче кремня, то есть чело твое, говорит Бог пророку, соделал я в такой мере крепче их чела, в какой адамант крепче кремня». Культурно-исторический комментарий, экзогетический комментарий сообщает, «крепкое чело в сравнении с использованием того же термина в акадском языке позволяет предположить, что чело из Акииля уподобляется самому твердому камню». Маловероятно, что речь идет об алмазе, поскольку алмазы не упоминаются в древних источниках Ближнего Востока еще на протяжении целого столетия эпохи Эзекииля. Конец цитаты. То есть пророчества, которые даются от Бога, они вносят новые понятия, даже неизвестные на Ближнем Востоке в соседнем племенах. Далее мы читаем 10 и 11 стих. Здесь мы находим такие слова. «И сказал мне, Сын человеческий, все слова мои, которые буду говорить тебе, прими сердцем твоим и выслушай ушами твоими». 11 стих. «Встань и пойди к переселенным, к сынам народа твоего, и говори к ним, и скажи им, так говорит Господь Бог, будут ли они слушать или не будут». То есть ты должен идти и говорить, будут они тебя слушать или не будут. В конце концов ты не знаешь, как они себя поведут. Ты не знаешь, как они отреагируют на твою проповедь. Ты должен делать то, для чего ты совершаешь свое служение. а они пребывают в свободной воле. Итак, вот этот призыв «Встань и пойди к переселенным, к сынам народа твоего» во-первых, это указание на то, что он с ними не жил вместе, как и Моисей, жил немножко вне стана. И надо понять причину, почему. И вот первое послание к Коринфянам, 15 глава, 33 стих, мы находим ответ. «Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы». Если такие люди, как Моисей, как Эзекииль, они опасались жить рядом с нечестивыми, то тем более мы можем быть подвержены опасности, пребывая в худом сообществе. Блаженной памяти Иерей Даниил Сысоев пишет, «Апостол говорит, не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы. Отрезвитесь, как должно, и не грешите, ибо к стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога». И далее отец Даниил дает комментарий, «Апостол говорит о том, чтобы не заблуждались, не занимались самообманом. Они сами себя обманывают, разрешают себя обманывать, потому что беседуют со злыми людьми и думают, что они сильнее их. Интересно, у нас считается, что нам можно беседовать со всеми подряд? Нет, говорит апостол, кто вам такое сказал? Не надо со всеми подряд беседовать, дурные сообщества портят добрые нравы». И блаженной памяти отец Даниил продолжает, «Это еще Менандер говорил в пятом веке до Рождества Христова, действительно существует особый тип людей злых с бесовским складом ума, этаких обольстителей, у них развращается ум, а потом и нравственность развращается, поэтому апостол и говорит, что нужно остерегаться подобных людей. Святитель Феофан Затворник толкует собеседование с людьми злыми, у которых ум развращен, потому обладает бесовской хитростью вкрадываться в умы других и развращать их понятия, а за понятиями и жизнь. Или беседы означают вообще сообращение, интимное сношение с людьми, превратно о всем рассуждающими, впереди привел апостол слова людей, предавшихся отчаянию, теперь говорит, так, как бы, таких людей всегда много, можно встретить, смотрите, берегитесь. Здесь конец цитаты святителя Феофана и далее отец Даниил в блаженной памяти продолжает. Здесь очень важная заповедь апостола, нельзя общаться с такими людьми, есть тип человека мерзавца и дьявол нам говорит, как же, нельзя ведь никого осуждать, не судите, не судимы будете, все люди хорошие, все замечательные, со всеми надо общаться, а вдруг они исправятся, в результате сам человек исправляется, исправляется во зле, в худшую сторону. Вместо того, чтобы по Божью идти, он начинает идти по-дьявольски. И апостол говорит, смотрите, берегитесь, это одна из важнейших вещей, которую и мы сами сейчас забыли, и наших детей не учим, мы забыли, что должны подбирать себе компанию. Вспомните аристократов, как тщательно подбирают они супругов, друзей, человек к ним мог прийти только по рекомендательным письмам. Я не говорю, что нужно это делать именно в такой форме, но разборчивость быть должна. нужно подбирать людей с нормальным мышлением. Есть хорошее слово нерукопожатный, то есть человек, которому никто не пожмет руку, потому что он мерзавец. Это очень правильно, такие люди должны быть лишены нормального человеческого общества. конец цитаты. И надо согласиться с отцом Даниилом Сусоевым, действительно Христос не говорил, что надо проповедовать всем подряд, напротив, он говорил, в какой город придете, узнайте, кто достоин и оставайтесь там. Далее идет раздел «Изекииль пребывает под воздействием мощного импульса отправившего его к людям, которым предстояло стать его слушателями». Об этом с 12 по 15 стих. И мы читаем «И поднял меня дух». Вот здесь мы видим, что если Бог отправляет человека на какое-то служение, Он же дает ему сил духа для совершения этого служения. «И поднял меня дух и я слышал позади себя великий громовой голос благословенно слава Господа от места своего». В понимании евреев слава Господа обитала в определенном месте, это святая земля. Но каждый принадлежащий к Божьему народу, он как бы часть этой земли. И он всегда пользуется благословениями, которые излиты на землю Божию. Тринадцатый стих. «И также шум крыльев, животных, соприкасающихся одно к другому, и стук колес подле них, и звук сильного грома, и дух поднял меня, и взял меня, и шел я в огорчении, с тревоженным духом, и рука Господня была крепка на мне». Казалось бы, несмотря на то, что дух поднял его, как бы взял его, огорчения сохраняются, и рука Господня была крепка на нем. чтобы он смог совершить невозможные для человеков силы Божьи, для которого все возможно. Пятнадцатый стих. «И пришел я к переселенным в Тель-Авив, живущим при реке Хавари, и остановился там, где они жили, и провел среди них семь дней в изумлении». Вот эти слова «пришел я к переселенным в Тель-Авив». Тель-Авив — это вторая столица современного государства Израиль, и само это название соответствует людям, которые отдают предпочтение Тель-Авиву перед Иерусалимом. И если Иерусалим — это место, где молятся и Бог услышит, Яхве Иры Господь услышит, то Тель-Авив — это не самое лучшее место на земле. Самая большая община евреев, геев обитает в Тель-Авиве. В Тель-Авиве очень свободные нравы. Когда человек гуляет по улицам Тель-Авива, до него может доноситься запах конопли, марихуаны или чего-то еще. Это обычное для этого города явление. Культурно-исторический комментарий сообщает, Тель-Авив — это название Вавилонское Тель-Аду-Дим означает место, которое возникло из обломков кораблекрушения, то есть после потопа имеется как бы в виду. Слово Тель означает руины города, городище, то есть нравственно порушенное место. Таким образом иудейские пленники поселились вместе, которое было разрушено либо войной, либо потопом и которое предполагалось застроить вновь в связи с возобновлением деловой жизни в Ниппуре при водах Хавара. Кроме того, в этом географическом названии содержится намек, что народ иудеи был как бы смыт волной вавилонского нашествия. Конец цитаты. Вот такую информацию мы видим из культурно-исторического комментария к книгам Библии. И Эрит-Исраэль, святая земля Израиля, она имеет вот именно эти две столицы. И если религиозные евреи стараются селиться в Иерусалиме, то нерелигиозные стараются селиться в Тель-Авиве. И состояние этих двух городов очень разнится, даже разные отношения к человеку, который что-то делает в субботний день. Далее у нас идет раздел 16 по 21 стих. Эзекиилю приводится дальнейшее объяснение его служения и обязанностей в качестве пророка путем сравнения со стражем. Оказывается, пророк это страж, как пастырь овец, он оберегает их от волков, так и пророк это страж, который стоит на стражевой башне и наблюдает, нет ли какой-то опасности для народа Божия. И мы читаем 16-17 стих. «По прошествии же семи дней было ко мне Слово Господне, Сын Человеческий, я поставил тебя стражем Дому Израилеву, и ты будешь слушать Слово из уст моих, и будешь вразумлять их от меня». И вот эти слова «Я поставил тебя стражем Дому Израилеву» святитель Иоанн Златоуст толкует так. Что значит стражем? Стражем называется тот, кто в то время, как войска находятся внизу, занимает высокую и холмистую местность и оттуда наблюдает за нападающими неприятелями и находящимися внизу, объявляет о нападении и возбуждает к приготовлению на сражение так, чтобы не напали на них неохраняемых и не умертвили их с большей легкостью. Итак, поскольку многих ужасов из числа угрожающих нам мы не видим, проводя жизнь на земле, то благодать Божия устроила, чтобы стоящие как бы на высоком месте пророчества святые пророки заранее предуказывали, что нам угрожает грядущий гнев Божий. Чтобы мы, придя в себя через покаяние и исправив нашу падшую душу, задолго раньше отвели от себя Богом посланный удар, поэтому он говорит стража, дахтя дому Израилеву. Чтобы ты предвозвестил, что угрожает грядущее несчастье, подобно тому, как тот возвещает о наступлении врага. Далее мы читаем 18 стих, когда я скажу беззаконнику смертью умрешь, а ты не будешь вразумлять его и говорить, чтобы остеречь беззаконника от беззаконного пути его, чтобы он жив был, то беззаконник тот умрет в беззаконии своем, а я взыщу кровь его от рук твоих. Но если ты вразумлял беззаконника, а он не обратился от беззакония своего и от беззаконного пути своего, то он умрет в беззаконии своем, а ты спас душу твою. Если праведник отступит от правды своей и поступит беззаконно, когда я положу перед ним преткновение, Бог иногда полагает перед нами преткновение, чтобы испытывать нас. Поэтому в молитве Господней там есть слова «Не введи нас в искушение». Если праведник отступит от правды своей, поступит беззаконно, когда я положу перед ним преткновение, и он умрет, то если ты не вразумлял его, он умрет за грех свой, и не припомнятся ему праведные дела его, какие делал он, а я взыщу кровь его от рук твоих. Если же ты будешь вразумлять праведника, чтобы праведник не согрешил, и он не согрешит, то и он жив будет, потому что был вразумлен, и ты спас душу твою. Далее идет фрагмент с 22 стиха по 27 здесь говорится о том, что слова пророка ограничиваются и восстанавливаются, то есть снимаются какие-то ограничения по Божьему усмотрению, потому что человек не является собственником этого слова, он его принимает, но он не является тем, который являет это слово, иначе бы слово Божие было бы словом человеческим. И мы читаем 22-23 стих, и была на мне там рука Господа, и он сказал мне встань и выйди в поле, и я буду говорить там с тобою. И встал я и вышел в поле, и вот там стояла слава Господня, как слава, которую видел я при реке Хавари, и пал я на лице свое. И вошел в меня дух, и поставил меня на ноги мои, и он говорил со мною, и сказал мне, иди и запрись в доме своем. Очень много интересных тем. Во-первых, вот эти слова, встань и выйди в поле, я буду говорить там с тобою. Здесь прямая аллюзия с книгой Исход, 9 глава, 27 по 29 стих, где мы находим такие слова. «И послал фараон и призвал Моисея и Аарона и сказал им, на этот раз я согрешил, Господь праведен, а я и народ мой виновный. Помолитесь Господу, пусть перестанут громы Божьи и град, и отпущу вас, и не буду более удерживать». Моисей сказал ему, «Как скоро я выйду из города, то есть в поле, простру руки мои Господу, громы перестанут, и града боли не будет, дабы ты узнал, что Господня земля». Итак, здесь становится нам понятнее, почему Бог говорит Эзекиэлю, выйди в поле. Это по той же причине, почему Моисей не хотел молиться в языческом городе, потому что там было много идолов, истуканов, и не дай Бог, если кто-то подумает о вас, что вы почитаете ценности этого мира, свободы этого мира, которые служат к угождению платья. А призыв «иди и запрись в доме твоем» без сомнения означает призыв к молитве. Как и в Нагорной проповеди Евангелия от Матфея 6.6 мы находим слова «Ты же, когда молишься, войди в комнату твою, и затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне и Отец твой видящий тайны воздаст тебе явно». В некотором смысле внутреннее пространство наших христианских домов это и есть наша пустыня, потому что здесь, как правило, не должно присутствовать ничего от мирских культов и мирских служений. Далее 25 и 26 стих «И ты, сын человеческий, вот возложут на тебя узы и свяжут тебя ими и не будешь ходить среди них и язык твой я прилеплю гортани твоей и ты анимеешь и не будешь обличителем их ибо они мятежный дом». Блаженный Феодорит Кирский объясняет «Владыка подобно пистуну, то есть няньке, как некоего борца умощает пророка, предрекая ему будущие горести и скорби, какие причинит ему народ и также повелевая переносить это, быть терпеливым и хранить молчание, пока сам не дозволит говорить. Всякий же раз присвокупляет, ибо они мятежный дом». Россия не просто мятежный дом, это первый мятежный дом. Сначала февральская революция, потом октябрьская, мятеж против помазанника Божия, царской семьи, превращается в мятеж против церкви и приобретает форму воинственного безбожия. И Феодорит Кирский рассуждает всякий же раз, присовокупляет, ибо они мятежный дом, научая тем не боятся прогневляющих Бога, потому что люди беззаконные достойны пренебрежения, то есть не надо слишком много придавать им значения, слишком часто обращать на них внимание. Далее идет 27 стих, «А когда я буду говорить с тобою, тогда открою уста твои, и ты будешь говорить им». Иногда нам хочется, чтобы Бог заговорил бы с нами как можно быстрее, и мы можем даже как бы сфантазировать, что Он уже как бы начал это делать, но как учил святитель Амвросий Медиаланский, не пытайся найти Бога, прежде чем Он сам и найдет тебя. «А когда я буду говорить с тобою, тогда открой уста твои, и ты будешь говорить им, так говорит Господь Бог, кто хочет слушать, слушай, а кто не хочет слушать, не слушай, ибо они мятежный дом». Итак, сегодня мы сделали обзор третьей главы книги пророка Иезакеиля. Здесь немало интереснейших тем, как и во всей этой книге. И я думаю, что нам надо продолжать усиливать молитвы за то, чтобы этот процесс исследований изучения этой книги он продолжался, потому что в такое беспокойное время, в какое мы живем, никто ни в чем не может быть уверен. Никто ни в чем. И подписывайтесь на библейский портал Экзегет, чтобы вовремя получать информацию о новых беседах. И берегите себя в это злокозненное и ужасное время. Спасибо. 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 Продолжение следует...